Здравствуйте! Здравствуйте! Здоровье – самое ценное в жизни каждого человека и его семьи. Чтобы сохранить здоровье нации, необходимо объединить усилия медиков и жителей республики, помочь им понять друг друга, показать, насколько ответственное отношение к собственному здоровью, своевременная профилактика позволяет продлить долголетие и качество жизни. Сегодня в свет выходит новый телепроект Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Здоровое Чувашие». Автор надеется, что он станет путеводителем населения Чувашия в мир качественной современной медицины и здорового будущего. В эфире первый выпуск телепроекта «Здоровое Чувашие». Наш первый выпуск посвящен вопросам репродуктивной медицины или как получить здоровое потомство. 2017 год объявлен главой Чувашии Михаилом Игнатьевым вводом матери и отца. Берегите семью, семья опора, народа и государства. Охраняйте это сокровище. В семейном счастье и защите от жизненных испытаний писал в своем духовном завещании патриарх Чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. Крайне важным в современном мире является воспитание ответственного отношения молодых граждан к созданию семьи, рождению здоровых детей, продолжателей рода, династии. В год матери и отца, объявленный главой Чувашии, в республике одним из приоритетных проектов развития системы здравоохранения является уменьшение количества бесплодных пар. Современная медицина позволяет подарить счастье материнства и отцовства благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. И сегодня программа «Здоровое Чувашие» в президентском перинатальном центре «Колыбели материнства Чувашии». В рамках рубрики «Актуальное интервью» мы встретимся с руководителем центра Сергеем Геннадьевичем Милаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Хорошо. При планировании семьи люди задумываются о здоровье будущего ребенка. Врачи генетики рекомендуют молодым родителям составить свой генетический паспорт, чтобы оценить возможные риски развития наследственных заболеваний. Медигенетическая служба, она помогает не сокращению бесплодных пар, а помогает родить здоровых детей. Поэтому в нашей генетической консультации проводятся консультации супружеских пар перед ЭКО, у которых отягощен анамнез, то есть бесплодие, невынашивание беременности, или где-то в роду было рождение больных детей, первый ребенок родился больной ребенок. И такие семьи должны приходить к нам на этапе планирования беременности. Потому что у каждой здоровой молодой женщины или супружеской пар от 18 до 35 лет шанс родить больного ребенка 5-6%. Поэтому, к сожалению, никто не застрахован, мы знаем, какая экологическая обстановка, идет накопление генетического груза в человеческой популяции. Поэтому любая здоровая молодая пара, которая задумала родить здорового ребенка, она должна прийти к нам. В Чувашии, как и в других регионах, есть специфические наследственные заболевания. Врачи знают, что каждый 30-й человек носитель таких генов. Поэтому даже у здоровых родителей может родиться ребенок с тяжелым наследственным заболеванием, потому что каждый из нас носитель тех или иных генетических мутаций. Если будущий родитель окажется носителями мутации в одном и том же участке гена, вероятность, что она перейдет к будущему ребенку, составляет 25%. В качестве профилактики рождения детей с тяжелой генетической патологией в прошлом году были обследованы 25 супружеских пар, в которых были выявлены подобные мутации. После пренатальной консультации и специального лечения 22 из них родили здоровых детей. С 2012 года, с 1 марта, наша Чувашская республика включилась в пилотный проект пренатальной диагностики по новому алгоритму. То есть каждая здоровая беременная, которая встает на учет до 14 недель, в один день, как бы как клиника одного дня, делает УЗИ, сдаёт кровь. Кровь централизованно собирается в нашей лаборатории пренатальной диагностики. И каждой женщине рассчитывается индивидуальный риск вероятности рождения детей с тремя хромосомными заболеваниями. Если женщина попадает в группу риска, то мы их исследуем, то есть проводим инвазивную диагностику, пункцию. В год матери и отца одним из приоритетных направлений работы системы здравоохранения становится сокращение количества бесплодных браков. Современная медицина позволяет подарить счастье материнства и отцовства благодаря вспомогательным и продуктивным технологиям. Одним из эффективных методов, позволяющим преодолевать любые формы женского, мужского и смешанного бесплодия, считается экстракорпоральное обладотворение – ЭКО. В Чувашской республике накоплен 20-летний опыт лечения бесплодия таким методом, его применение улучшило показатели рождаемости в республике. Более 1% новорожденных ежегодно появляются на свет благодаря этой процедуре. В перинатальном центре работает и консультативно-диагностическое отделение. Здесь беременные, у которых есть риск невынашивания, могут пройти диспансерные обследования. Кроме того, здесь же проводятся занятия в школе будущих мам. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных выхаживают даже самых маленьких – детей, которые родились с экстремально низкой массой тела. Здесь 24 койки. Сюда на лечение и восстановление приводят детей со всей республики. В отделении работают высоко квалифицированные врачи-неонатологи. Они готовы оказать любую помощь. За год получают лечение порядка 600 детей. Среди них особое место занимают дети с экстремально низкой массой тела. Именно на них делается акцент, потому что это самые тяжелые пациенты. Это дети, которые родились преждевременно. Дети, которые родились с массой меньше килограмма. И поэтому мы говорим, что именно в нашем отделении и в нашем центре используются методики безинтубационного введения сурфатанта. Проведение неинвазивной вентиляции легких – это стратегия бережного сохранения легких у недоношенных детей. Республика занимает ведущее место в России по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. А уровень младенческой смертности здесь в числе самых низких в России сопоставим с показателями ведущих европейских стран. Все это достигнуто за счет квалифицированной работы всех специалистов президентского перинатального центра. Сергей Геннадьевич, охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию с рождаемостью и женским здоровьем у нас в Чувашской республике. Рождаемость в последние годы снизилась. Это связано с тем, что в 90-е годы, когда период кризиса, люди перестали рожать. И те дети, которые с тех лет уже подросли, сейчас должны составить ту основу, которую пополняет генофонд нашей страны. Но их нет. Поэтому не рожают те, кто не родился в 90-е годы. Поэтому в районе тысячи детей в данный момент не родились в Чувашии в течение года. Это довольно-таки очень большая цифра. И поэтому сейчас принимается все меры для того, чтобы повысить рождаемость. А с заболеваемостью можно сказать, что в принципе заболеваемость у нас несколько увеличилась. Но это говорит не о том, что мы стали больше болеть, а говорит о том, что мы стали лучше обследовать. У нас появилась новая техника. Мы стали выявлять те заболевания на таких этапах развития, на которые раньше мы не выявляли. Расскажите об основных факторах риска гинекологических заболеваний, которые мешают рождению здорового потомства. Все факторы риска связаны с нашим неправильным образом жизни. Основной фактор риска – это инфекционное поражение половых органов. Оно появляется тогда, когда люди неправильно себя ведут в течение всей своей жизни в половом аспекте. Раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, множество контактов без предохранения, без механической защиты. Все это приводит к тому, что инфекционные заболевания заняли одну из основных позиций гинекологических заболеваний. Инфекционные агенты приводят к тому, что поражается весь половой тракт женщины, в результате чего возникают анатомические аномалии, такие как спайки, непроходимость труб. Все это приводит к бесплодию. К сожалению, инфекционные заболевания сейчас настолько распространены – это и вирусы, и холомидии, и бактерии, внутриклеточные паразиты, и внеклеточные – приводят к тому, что бороться с ними очень тяжело. Этому способствует и снижение защитных сил организма женщин, опять-таки, ввиду неправильного образа жизни. Тем не менее, если правильно лечить, если правильно бороться, мы можем в большинстве случаев удержать победу, и женщина может родить здоровое потомство. Также большая группа факторов риска связана с неправильным образом жизни, с питанием. Нарушение питания приводит к изменению во всем организме, также приводит к изменению в половых органах женщины. Развивается так называемый метаболический синдром, который приводит к нарушению гормонального обмена. Гормональный обмен в результате нарушает менструальный цикл женщины, нарушает правильную работу всего женского организма, и мы опять имеем как бесплодие, так и невынашивание беременности. Большая группа факторов – это вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Казалось бы, эти вещи очень широко распространены, и не так заметны, как они влияют на организм женщины. Но на самом деле избыточное попадание продуктов горения, избыточное циркулирование в крови метаболитов, преобразование алкоголя приводит к повреждению гормональной системы женщины, репродуктивного тракта, так и анатомических образований, так и эпителия. В результате ребенок может недополучить необходимых веществ и отравиться всеми названными ядами. Сергей Геннадьевич, какой показатель бесплодия в семьях Чуваши? Показатель бесплодия – это распространенность до 17% супружеских пар. То есть практически каждая пятая или шестая семья в нашей стране страдает или сталкивается, так скажем, с проблемой бесплодия, раньше или позже. Каковы причины бесплодия и что такое процедура экстракорпорального полотворения или ЭКО? Причина бесплодия разделяется на несколько факторов. Прежде всего, бесплодие трубно-перитониальное. Самое распространенное бесплодие связано с нарушением анатомической проходимости труб. Также бесплодие связано с эндокринными факторами. Эндокринное, так называемое, бесплодие. Это чаще бывает при первичном бесплодии, при нарушении взаимодействия между различными эндокринными органами. Бесплодия бывает мужского генеза, бесплодия бывает женского генеза и смешанного генеза. Практически равномерно распределяется между мужчинами и женщинами. Но в целом все обследуется и все лечится. Экстракорпоральные методы оплодотворения – это оплодотворение вне организма. Когда мы получаем яйцеклетку путем стимуляции, путем трансвагинальной пункции, то есть забор яйцеклетки производим с помощью ультразвукового аппарата и системы для забора ацитов, в определенной посуде пластиковые мы их соединяем с отобранными сперматозоидами. И таким образом получается оплодотворение. Оплодотворенная клетка проходит несколько стадий развития, и когда она достигает определенной степени развития, мы переносим ее в полость матки. На этом ЭКО заканчивается. И мы ждем уже результата естественным путем. Насколько доступна процедура экстракорпорального оплодотворения для женщин-чуваши? Бюджетные программы экстракорпорального оплодотворения появились в Чувашии с 2007 года. Вот считайте, 10 лет у нас есть возможность делать ЭКО бесплатно. В этом году жителям Чувашии предоставили более чем 1200 квот. Поэтому мы можем практически всем женщинам, у кого есть потребность обратиться в свои женские консультации для обследования по бесплодию, чтобы они дали вам направление к нам на экстракорпоральное оплодотворение. Может ли одинокая, не состоящая в браке женщина, воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения? Конечно. Процедура ЭКО оказывается женщине, поэтому бесплатно эту процедуру мы можем ей оказать. Сергей Геннадьевич, насколько результативны процедуры ЭКО? Результативность ЭКО зависит прежде всего от состояния женщины. Чем моложе женщина, тем она здоровее, тем шансы получить ребенка выше. Например, если женщине до 25-30 лет, и она здорова, то шансы получить беременность в районе 45-50%. Если женщине больше лет, от 35 до 40, то шансы получить это в районе уже 10%. Как вы видите, репродуктивный потенциал женщины резко падает после 35 лет. Поэтому чем раньше женщины к нам обратятся, тем больше шансов получить беременность. Есть ли возрастные ограничения у процедуры ЭКО? Как таковых четких возрастных ограничений, никаких приказов не прописано. Но везде прописаны ограничения в программу включения к базовому ЭКО. Ограничения связаны прежде всего со снижением авариального резерва женщины. Что означает термин снижение авариального резерва? Как мы его смотрим? Мы смотрим по практически трем показателям. Это уровень антимюллерского гормона. Мы смотрим экспертные УЗИ, срез яичников, сколько доминантных примордиальных фолликулов там развивается. И смотрим уровень фолликул стимулирующего гормона. То есть если все эти критерии показывают, что резерв есть, мы женщину спокойно включаем бесплатно ЭКО. Как можно оценить состояние рожденных детей после процедуры ЭКО? За весь период работы перинатального центра у нас родилось более 3,5 тысяч детей. За их состоянием мы наблюдаем кабинет Катамин, за который у нас наблюдает за этими детьми. И мы можем сказать, что дети, рожденные в результате ЭКО, ничем не отличаются от обычных детей. Если ребенок родился один, то есть идет одноплодная беременность, то его состояние никак не отличается от общей популяции. Другое дело, когда у нас идут многоплодные беременности. То есть когда ребенок рождается двойней, тройней, то, соответственно, его состояние будет несколько отличаться от одноплодной беременности. Почему? Потому что двойней, а тем более тройней, никогда практически до конца беременности не дохаживаются. Имеется более раннее родоразрешение, и ввиду этого ребенок не до конца заканчивает свое развитие в утробе матери. Поэтому рождение недоношенных детей имеет место быть при многоплодной беременности. Но развитие перинатальной медицины сейчас достигло довольно-таки очень высокого уровня. Все роды после ЭКО происходят в перинатальных центрах, как в президентском перинатальном центре, так и в городском клиническом центре на третьем уровне. И поэтому все дети попадают в надежные руки наших неонатологов, реаниматологов. И им оказывается самая высококвалифицированная помощь на уровне высокотехнологичной помощи города Москвы. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что эти дети в надежных руках. Сергей Геннадьевич, спасибо Вам за интересное и актуальное интервью. И желаю специалистам Вашего центра успешного проведения процедур экстракорпорального оплодотворения и уменьшения процента бездетных темей нашей республики. Программа «Здоровая Чуваша» сегодня в Шамурше. Мы приехали в гости к семье Идрисовых. 9 лет назад в этой семье произошел интересный случай. У них родился ребенок, особенный ребенок. Масса прирождения мальчика Армазана была всего 700 граммов. И сегодня мы хотим рассказать Вам историю этой семьи. Знаете, вот с трепетом, коротко зная Вашу историю, мне хочется Вас спросить, давайте перенесемся на 9 лет назад. Вот что тогда произошло? Как Вы тогда восприняли все это? Что Вам помогло принять эту ситуацию и правильно вести себя? 9 лет тому назад волей и судьбы мы оказались в нашем Чебоксарском перинатальном центре. И, Вы знаете, очень большой, но получилось так, что вот у меня родился недоношенный ребенок. Ему, вес у него тогда на момент рождения был 790 граммов. Папа отреагировал, знаете, до сих пор я ему каждый день говорю слова благодарности, потому что этот человек, меня как бы только вот я ему сказала, вот Ролан, вот такая у нас проблема случилась, вот так и так, объяснила ситуацию, да. И он мне сказал, нет, не переживай. Вот первые его слова, у нас будет все хорошо, у нас будет здоровый ребенок. Ролан, я понимаю, насколько для мужчины важно рождение здорового мальчика, здорового сына. Вот расскажите о Ваших эмоциях. Ну, во-первых, как только мне стало известно, что у нас родился такой маленький сын, я сам первый попросил Бога помощи. Для этого у нас у мусульман принято, чтобы спрашивать для кого-то помощь, значит, дать ему надо имя. Я с этой целью я напросился, перератальный центр, мне, конечно, пошли навстречу, я зашел и дал ему имя Рамазан, потому что это было предпоследний день праздника Рамадан, если в этот месяц родился, значит, сам Бог им видел такое имя. Ну, а дальше уже, как целый, можно сказать, целый месяц у нас они сначала перератальный центр, потом уже на другое отделение перешли. Я взял отпуск сначала краткосрочный, потом больничный, вот, и занимался только ими. Вскоре ему понадобилось делать операцию на глаза, потому что у них развивалась альтинопатия очень быстрыми темпами. С нашей микрохирургией глаза быстро-быстро договора все это сделали, и они переделали, вот, и начали делать такие операции. Я, знаете, какой вопрос еще хочу вам задать? Я думаю, что вы замечательный пример для других родителей, в которых рождаются маловесные дети. Наверняка вы делитесь, к вам обращаются с этой просьбой, помочь, подсказать, как правильно вести себя, как правильно их выхаживать. Вот были ли такие ситуации, помогли ли вы кому-то? Ну, у нас была своя группа в социальных сетях, очень много мы общались с девочками, с девушками, мамами, да, молодые мамы, намного моложе меня девочки были. И, естественно, очень много задавали вопросов, как, чего, вот именно на каком этапе, вот месяц, два месяца, три месяца, четыре месяца, да, годик, как вообще ухаживать за таким ребенком, какие результаты у меня, да, всем, чем могла я помогала этим девочкам. И до сих пор мы общаемся, до сих пор общаемся, потому что сейчас я, потому что сама тоже искала таких же мам, и мне было интересно, какой будет ребенок в 15 лет. Мне до сих пор интересно, да, там, в 12 лет, в 10 лет, школьный, именно школьный период, на что я должна была вообще быть готова, да. И очень интересно. И девочкам спасибо, мамам спасибо, которые отзывались и тоже меня поддерживали. Думаю, что в выхаживании Рамазана, наверное, приняли участие и акушер-гинекологи, и неонатологи, и педиатры. Вот насколько помощь была оказана, квалифицированная. В первую очередь, конечно, хотела бы сказать Татьяну Васильевну Дерипаско, которая спасла не только жизнь моему малышу, но и в первую очередь, конечно, она боролась и за меня, и за ребенка, наверное, сказать так. Я помню, как-то она мне сказала, я очень сильно была, наверное, расстроена, и она ко мне зашла в палату и говорит, а я ей жалуюсь, Татьяна Васильевна, ну как быть, я думаю, мне тогда казалось, что он не слышит, не видит, и вообще лежачий. Я говорю, я понимаю, что он будет 99% лежачий. Я расстроилась, и она мне похлопала по плечу тогда, и сказала, слушай, Галик говорит, надо верить, все плохие мысли надо отбросить, потому что они мысль реализуется. Рамазан, программа «Здоровая чуваша» желает тебе и твоей семье всего самого-самого доброго. И самое главное – бесценное здоровье. И прими, пожалуйста, от нас вот такой вот скромный подарок – это кораблик. Ты видишь, этот кораблик напоминает вид туфельки, причем туфельки восточные. Ты же восточный мальчик. Пусть этот кораблик станет твоим талисманом и несет тебя по волнам жизни, здоровью и удачи. Для здоровья женщины, желающей выносить и родить здорового ребенка, крайне неблагоприятной является процедура аборта. В Российской Федерации ежегодно в начале июля проводится акция «Подари мне жизнь». Такая же акция прошла и в Чувашской Республике. В одном из известных торговых центров столицы Республики прошла всероссийская акция «Подари мне жизнь». Специалисты президентского перинатального центра рассказали молодым жительницам Чебоксар, как важно избегать хирургического вмешательства в женский организм и сколько осложнений при этом бывает. И самое страшное – любой аборт – это риск совсем не иметь детей в будущем. Зачастую женщина, молодая девушка, приходящая прерывать беременность, вообще не осознает, что происходит с ее телом, с ее организмом, что в ее теле развивается новая жизнь. И мы сегодня позволяем людям потрогать вот эту новую жизнь. В рамках акции планируется, что в определенные дни акушеры-гинекологи не будут проводить операции по прерыванию беременности. По их мнению, это еще один шанс спасти будущие человеческие жизни. У женщин появится дополнительное время подумать, правильное ли решение они приняли. Специалисты перинатального центра пытались убедить участников акции, что ребенок – это радость, а не трудности. Поддержали их и мамы. Все трудности можно в жизни преодолеть. Они только в начале. Ну, потом к этому привыкаешь, даже не привыкаешь. Учишься жить в новом ритме жизни. И это никакие не трудности, это твоя новая жизнь с появлением детей. Стоит отметить, что только в прошлом году в Чуваше, благодаря работе специалистов медико-социальных служб, комплексная помощь была оказана более чем 12 тысячам пациентов. Сохранено свыше 500 беременностей. С вами был телепроект «Здоровые Чувашии» и я главный терапевт Минздрава Республики Лариса Тарасова. Сегодня мы говорили о репродуктивном здоровье. Мы встретимся с вами через месяц и поговорим о здоровом пищеварении. Благодарю вас. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин